Я не так поговорил, поэтому я постараюсь занять очень компактно, но продуктивно. И тема моего послания – это ценности. Ценности не только компании, но и вообще ценности того, кто мы с вами, как мужчины, и зачем нам вообще это все нужно. Знаете, ценности компании, они очень простые, но очень глубокие. Мы уже о ней сегодня говорили, и ценности – это семейные ценности. Мы с вами, мужчины, не просто здесь находимся, потому что у многих из вас, женщины, пришли в этот бизнес и каким-то образом повлияли на ваше мнение, дали мышление, и вы потом сказали, ну, блин, давай попробуем, да, все-таки, и вы здесь сегодня. В моем случае я первый пришел в компанию и пригласил свою супругу, ну, там буквально один день разницы. Дальше ценности. И самое интересное, компания, понимая это, все поездки, все мероприятия, да, либо там, если семейный контракт, то все награждения и поощрения, они идут как семейную пару, то есть семья. И на сцене тоже поздравляют обоих. Кстати, они с первым директором с супругой, они, там, три с половиной года уже в этом бизнесе. Вот, а дальше, о ценности уже говорили, передача по наследству этого бизнеса. Ну, у нас тройки денег, и старшая дочь ей уже 13 лет, и она ждет, когда ей исполнится 14 лет, чтобы получить в наследство, данный номер, который для нее уже есть. А он сейчас на бабушке, бабушка, это супруга моей, мама моей супруги, она в этом году вместе с нами идет тоже на Лайне. Это будет ее вторая поездка уже, то есть в прошлом году она была в Египте, потом в Сочи, и это уже третья будет поездка на Лайне. И в следующем году она уже на Мадрид квалифицировалась. Дальше. Ну, знаете, все эти ценности не очень классные. Я там про продукт не буду говорить, уже много сегодня о нем говорили. Я хочу задать вопрос. А для чего вам, нам, да, как мужчинам, вообще это все нужно? Для чего нам неисто? Для чего нам с вами какие-то там стремления, достижения вообще... Для свободы. Для какой свободы? Для полной свободы. Ну, вот хорошо, вы получаете... Сколько вам для свободы нужно денег в год? Ладно, в месяц. В месяц? Минимум. Пятьсот. Не минимум. Вот сколько вам надо? Пятьсот. Пятьсот тысяч рублей. Вот у вас сейчас пятьсот тысяч рублей каждый месяц. Что дальше? Что дальше? Ну, вот вы получили пятьсот тысяч рублей каждый месяц. Едино, наверное, каждый месяц для своей семьи, для того, чтобы содержать свою семью, для дать детям образование, чтобы ни в чем не нуждаться. Хорошо, смотрите, я немножко задаю глубже вопрос. Понимаете, человек, который рождается... Я, ну, такой, да, я вот философский немножко. Человек, который рожается на этой земле, он рожается не просто так. Мы с вами мужчины. Да, все же мужчины, это же женщины. И, знаете, на нас с вами есть определенная ответственность. Да, вы правильно сказали, это семью обеспечивать, если она есть. Да, у кого-то из вас еще нет семьи, думаю, что вам это предстоит. А так, есть, знаете, глобальная позиция мужчины. Есть определенное предназначение. И вот мы с вами, когда женимся, кто-то говорит, ну, чтоб теплее свадьба было, да? Или там, чтоб сексом заниматься. А на самом деле, женщина это наша с вами помощница для достижения того призвания, которое есть у вас. И вот смотрите, вот бизнес, алифейл, это инструмент. То есть это не смысл жизни. Да, сейчас полетят мне телефоны или там помидоры. Понимаете, это не смысл жизни. Правильно Ваня сказал, много компаний классных. Но мы выбрали эту компанию, потому что в ней действительно очень уникальный маркетинг план, уникальные предложения. И мне лично, да, и моей семье, они близки. Ну, вот как минимум это по семейным ценностям компании. И вот смотрите, компания платит хорошие деньги. Компания производит крутой продукт. Ну, это же не весь смысл, ради чего мы с вами трудимся, да? Мы с вами зарабатываем пусть миллион в месяц. Ну, я сейчас вот по масштабу. Хорошо. А что дальше? Объездили весь мир. Что дальше? Перепробовали все-все-все фрукты на продукты, которые в мире есть. А что дальше? Купили самую крутую дачу, круче тесты и так далее. Что дальше? Перепробляет самовая. Какая? Интересно, да, улица. Нет. Я не про машину. Вы ставите последствию денег. Дальше наши дети. Дальше дети. То есть смотрите, дети повторяют тот же самый путь. Знаете, мы, получается, обгоняем себя в ту же самую систему, в которой мы живем. Родился, школа, институт, работа, пенсия. Мы то же самое хотим нашим детям передать? Я думаю, что нет. Я задаю эти вопросы для того, чтобы на них сейчас вам ответить, для того, чтобы мы начали об этом думать. Заработать можно много. Сделать тоже можно много. Знаете, у меня есть призвание, я его знаю. Я уже буду заканчивать, потому что слово нашему крайним спикеру важное. Ну, не последний уже. И смотрите, я имею в своей жизни призвание. В нем я двигаюсь уже 14-й год. Это создание кинопродукта. Ну, не просто так, чтобы, знаете, моя такая мужская гордость, ой, я что, кино снял, я довольна. Нет. У меня есть цель. Чтобы то, что я делаю, оно изменяло жизнь людей, в том числе и ваших. В лучшей стороне. Но у меня нету цели просто сделать кино ради того, чтобы сделать кино. У меня нету цели делать этот ролик ради того, чтобы сделать этот ролик. У меня нету цели постоять на этой сцене перед вами ради того, чтобы просто постоять. Во всем есть определенный смысл. И Евгений уже сказал, что по поводу обучения, наша цель донести определенную информацию, которую вы примите, к сожалению, всего лишь примерно по 5-балльной шкале. Не все вы примите. И не все из того, что вы сегодня слышали, вы запомните. Ну, уж так. Но, если даже маленькая какая-то мысль из всего семинара у вас останется, о чем, да, Антон сказал в начале, какая-то хоть кто-то из вас изменит свою жизнь благодаря того, что вы услышали, уже не зря мы с вами сегодня собрались, подпрудились. И в следующем году встретимся на этом месте, да, и вы приведете с собой друга. 10 других. 100 мужиков. Или команду уже целую принятую. Я просто склонюсь сейчас на вас. Вот мне 32 года, здесь есть мужчина, которому больше, чем мне лет. Вот. И вы... Ну, да, на бед. И вы, скорее всего, даже, может, имеете больше опыт, чем я. Ну, вот, придя домой, да, вы, может, придете домой, сядете, там, на диван, сядь, включите телевизоры, там, компьютеры, или в чаты залезете, или же мы начнете общаться. И у каждого из вас есть вот это ощущение, ну, блин, побывал я на семинаре, ну, да, круто, ну, даже я вот буду делать. А вот что дальше? Понимаете? Вот что дальше? Что мы хотим дальше иметь с этого всего? Какая дальше продолжение? Какое дальше продолжение будет? Да, в итоге я ему все луплю. Это ты сейчас сам думаешь. Нет, это была шутка, это сарказм, чтобы мы немножко, это, полгубаясь. На самом деле, да, есть определенные продолжения. И хотелось бы, чтобы мы, как мужики, наши, как мужчины, у тебя с этого семинара оставили одну важную мысль в себе вот здесь, а потом положили во сердце. Что я несу определенную ответственность за то, что мне доверено. У кого есть семья, это семья. У кого есть бизнес, это бизнес. У кого есть семья, бизнес, это и то, и другое. У кого есть родители, это родители. У кого есть соседи по листичной площадке, сверху, снизу, это ваши соседи. И ваше присутствие в их жизни должно сделать эту жизнь лучше, а не хуже. Поэтому ответственность на мужчине намного больше, чем мы думаем. Это реально глобально большая ответственность. И последняя мысль. Мы очень ценим, что мы можем собираться вот так вот, мужской бандой, вместе, обучаться, делиться опытом. И пусть это будет все реча и больше, но никогда не сдавайтесь. Потому что если битва не закончена, до тех пор, пока ты не выйдешь из него победителем. Спасибо. Спасибо.